Приветствуем, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Ради выгоды работодателя приходится обманывать клиентов. Как быть, батюшка, обманывать дальше, обманывать еще хитрее и коварнее, или увольняться, а другой работы нет, и оставить детей голодными? Ну, мне кажется, тут подход не такой категоричный должен быть. Все-таки конкретных бармалеев, которые набирают себе кукольный театр для того, чтобы обманывать почтенную публику, не думаю, что стоит держаться и считать для себя этот порочный бизнес способом выполнения заповеди Божьей в посте лица твоего, снеси хлеб твой, или стяжание хлеба насущного для детей своих. Бог не нуждается в муже грешном, и конкретное порочное служение, которое ты воспринимаешь ради своего пропитания, это дело твоего гнилого выбора, дело греховное, дело порочное, дело, которое не обойдется без возмездия. Не потому, что Бог зол или мстителен, а потому, что неполезно это для вечно твоего с Богом единения, которому ты призван, это то, что губит тебя, это то, что разрушает твою душу. А если речь идет о некоторых хитростях, каком-то предприимчивости полезной в выполнении дела, то она вовсе не является каким-то грубым и злым обманом, подлогом. Нужно как-то действовать целесообразно и продуктивно, достигая своих целей, используя для этого различные доводы, убеждения при приобретении каких-то товаров, для того чтобы при продаже каких-то товаров. Очевидно, что житейская тут сообразительность не является порочной, хотя служит земным вещам получения прибыли. Другое дело, что призваны мы по совести трудиться, исполняя дело свое, радовать народ, ради которых трудимся, ради которых совершаем свое служение. А этого можно достичь при усердном исполнении своего дела, относясь к нему как к служению. Надо быть душевно задействованным в исполнении своих обязанностей. Вот какую работу всем вам желаю. И сам о такой мечтал в юности. Думаю, неужели я, повзрослев, став взрослым, буду работать там с девяти до пяти, ходить каждый день на какую-то тягостную и не вдохновляющую меня работу, отдыхать в субботу, воскресенье, и опять с тяжелым сердцем выходить на какую-то принудительную деятельность, от которой не будет радости, ежедневного творчества, потому и выбрал для себя творческий вуз, а потом и монашескую жизнь, как полностью чуждую такого рода формализма, а полную всегдашней радости, устремленности максимально лучше исполнить свое дело, которое любишь, которому оказалась посвящена твоя жизнь. Так что работа не по совести, работа вынужденная, работа, которая не может быть названа служением. Она может быть посвящена и служению человеческим нуждам, изготовлению ботинок, приведению в порядок головы, ну, не говорю уж о великих служениях, врачевства, педагогики. Все это не просто должно быть чуждо какой-то лжи и изворотливости, а должно занимать человека, его душевные силы, можно даже сказать, все душевные силы. То есть этим надо заниматься самоотдачей, и тогда такой мелкий вопрос мелкого жульничества по ходу исполнения твоего служения отпадет сам собой. Ты даже свою изобретательность, которая очень нам нужна в исполнении доброго дела, не зря Господь говорит, будьте мудры, как змеи, просты, как голуби, мудры, как змеи в отношении исполнения всякого дела. Его надо хорошо рассчитать, взвесить. А если приходится работать с народом, так их надо так повести в нужную намеченную сторону, чтобы они сами этого захотели. Для этого не лукавство нужно, а добрый пример, свое собственное воодушевление. Как Ференс Лист говорил, для того, чтобы другие почувствовали, нужно самому глубоко чувствовать. И вот увлеченный своей, этой темой, своим служением, человек способен намного доброго подвинуть и других людей. Но, видите, стиль совсем другой. Это не просто какая-то вынужденная рабская деятельность, подчиненная еще каким-то кривым требованиям своего нравственно-кривого босса. Очевидно, это печальная участь. И искать возможности расстаться с такой, вооружившись каким-либо профессиональным опытом для высокого служения, для жертвенного служения, для отношения усердного к своему делу, это, я думаю, вполне хорошая задача, не только для молодежи, но и для взрослого поколения. Сейчас очень актуальная тема получения нового круга образования и новой профессии после 50-ти. Сейчас продолжительность жизни значительно увеличилась по сравнению с прошлыми веками, если бы не пандемия, и увеличивалась, видимо, и дальше. Но в результате очень многие достигшие полувекового рубежа люди чувствуют себя как бы исчерпавшими свое профессиональное служение, какие-то дела жизни основные уже выполнившими. И вот есть какая-то потребность и возможность обновления вплоть до получения нового образования, новой профессии, в которой удобно будет уже реализовать вот эти свои добрые душевные силы к этому времени у человека рачительного и благоразумного, накопившиеся. Так что не будем останавливаться перед перспективой, не будем останавливаться в робости получения тех профессий, которые нужны людям, которые являются созидательными, для исполнения которых не надо ни лгать, ни коварствовать, но, напротив, совершение которых будет исполнением заповеди Божьей о любви к ближнему, которая поможет и их благоустроению и собственному спасению. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...